Здравствуйте, с вами выпуск активистских новостей команды Активатики. И сегодня мы начнем с очень необычной новости про свидетелей Иегова. Дело в том, что уже порядка 10 лет идет кампания путинского режима против этой организации. И я хочу напомнить предысторию. Дело в том, что эта организация, к ней можно по-разному относиться. И кто-то считает ее сектой, кто-то считает их истинными христианами. Но дело в том, что против этой организации сейчас возбуждаются уголовные дела по экстремизму. И преследование идет сразу в нескольких регионах. Можно сказать, что это преследование идет по всей стране. В Перми, Биробиджане, Уфе, Владивостоке, Шуе, Оренбургской области и вообще во многих других городах проходят облавы, обыски и задержания. Свидетели Иегова прессовали тоталитарные режимы фашистской Германии и Советского Союза. И теперь вот к этой порочной практике присоединился еще и путинский режим. Что я хочу сказать? То, что на сегодняшний день свидетели Иегова прессуют с особой жестокостью. Против них, например, брошена Росгвардия. В Биробиджане их задерживало аж целых 150 полицейских. И к ним применяют такое насилие, как будто они не просто там, да, Библию читают, а занимаются какой-то действительно там подрывной, опасной для государства деятельностью. Хотя, ну, сами свидетели Иегова говорят, что они уважительно относятся к власти. Против свидетелей Иегова задействованы шпионы ФСБшной, которые внедряются в эту организацию, ведут прослушку, они слушают телефонные разговоры. И мы поговорили с представителем Европейской ассоциации свидетелей Иегова Ярославом Сивульским. Он рассказал следующее, он рассказал, как проходит задержание. Ну, вот, говорит, представьте себя, в пять утра квартиру, где живет семья, мама, папа, бабушка, дети. Врывается ОМОН, предварительно сломав дверь. ОМОН в масках. Кричат, всем лежать, руки к стене, и попробуйте себе представить вот чувства этих людей. Ведь закон об экстремизме, он очень жесткий, и он заточен на борьбу совершенно с другими людьми, с реальными преступниками. Когда мы спросили у Ярослава, вот почему он считает, свидетелем Иегова применяют такое насилие, и почему их репрессирует, он не нашел ответа на этот вопрос. У меня тоже нету готового ответа, но я могу предположить. Мне кажется, что дело в том, что свидетели Иегова, они христиане, и они, по сути, являются конкурентами русско-православной церкви, которую, к сожалению, путинский режим очень прочно вмонтировал в государственную систему. А конкурентов этот режим привык мочить. И, собственно, вот из-за этого люди, которые читают Библию, садятся в тюрьму. Вот на сегодняшний день уже восемь человек, свидетели Иегова, сидят в тюрьме. В Казани накаляется обстановка. Дело в том, что там хотят принять генплан, по которому зелёные окрестности Казани оказываются под угрозой уничтожения под коммерческую застройку и под дорожную инфраструктуру, и под дороги. И местных жителей это, конечно, не очень сильно устраивает. Почему? Потому что, во-первых, они лишаются своих зелёных зон, а во-вторых, они оказываются ещё и под угрозой того, что у них отнимут частную собственность. Потому что по новому генплану до 50 частных домов, которые уже давно в собственности, собираются экспроприировать, по сути, отнять у людей и на их месте построить какие-то там многоэтажные высотки. Пострадает и природа от этого предприятия с принятием нового генплана под угрозой уничтожения рощи на реке Казанки, сосновый бор в Нагорном, лесной массив Лебяжье, часть Белянкинского леса и половина Азенского леса. Активисты группы защиты реки Казанки на Гаврилово собрали больше 45 тысяч подписей и за парки, и против застройки. Из этих 45 тысяч, 2,5 тысячи подписей они собирали вживую на улицах. 38 тысяч подписей они собрали под обращением к звёздам футбола, потому что в Казани, как вы знаете, пройдёт в июне чемпионат мира по футболу. И они обращаются к звёздам, они обращаются к чемпионам с просьбой приехать и посадить деревья, и сделать парк чемпионов. Активисты уверены, что если будет сделан этот парк чемпионов, то в этом случае зелёные наслаждения под Казанью останутся неприкосновенны. Ну, помимо сбора подписей в окрестностях Казани, люди сейчас активно собираются в народные сходы. И вот такие народные сходы проходят прямо сейчас в разных местах. Вот, например, в посёлке Вознесение на народный сход пригнали целый автозак с отрядом оперативного реагирования. И местные жители не верят властям, они не верят заверениям, что новая дорога обойдёт дома и древнюю церковь. И они требуют пересмотра планов властей. В Нагорном народный сход собрал более 500 человек. И все, абсолютно все собравшиеся, все как один подписались против того, чтобы генеральный план был реализован. Жители требуют найти другие варианты трассировки трассы, не затрагивающие лес и посёлок. И на этот народный сход жители сделали трибуну. Вот интересный такой лайфхак для любителей народных сходов. Они пригнали грузовик и вот прямо с этого грузовика выступали. Народный сход прошёл и в защиту берегов Казанки. А инициативная группа в защиту частных домов и озера Средний Кабан собрала более 700 подписей под возражением к проекту Генплана. Почему? Ну, потому что люди протестуют, во-первых, против уничтожения зелёной зоны. И, во-вторых, они протестуют против уничтожения своего частного сектора. Они не хотят, чтобы на этом месте была коммерческая застройка. Ну, в Казани пока что активность ограничивается сбором подписей и народными сходами. А в Подмосковье народ-то уже ложится под мусоровозы. В русском районе, который называют русской Швейцарией, это прекраснейшее, красивейшее место Подмосковья. И вот представьте себе, что в деревне Щелканово русского района открывают очередную свалку, помойку, полигон ТБО. И привозят вот в это шикарное, совершенно чудесное место мусор. Жители категорически против. И почему они против? Ну, потому что вообще русский район, это не просто район Подмосковья, очень красивый, очень зелёный. Между прочим, в русском районе очень много всевозможных лечебных учреждений, санаториев. И туда приезжают люди, у которых проблемы, например, с органами дыхания, проблемы с лёгкими. Там всякие туберкулёзные лечебные учреждения. И делать вот в таком месте свалку с мусором, превращать вот это место в очередной Волоколамск, это просто преступление. Жители русского района, они, честно говоря, вызывают у меня просто восхищение, потому что они просто взяли и 29 мая легли на пути у мусоровозов. Полиция отреагировала очень жёстко. По свидетельству очевидцев, они тащили женщин, они тащили инвалидов, они задержали 4-х человек 29 мая, а 31 мая было задержано уже 30 человек. И они были доставлены в отделение, и сейчас некоторым из задержанных грозит до 15 суток ареста. Ну вот на сегодняшний день, когда мы записываем этот выпуск, к сожалению, власти русского района по сути сломали через колено жителей и протестующих задержали, а мусоровозы идут под прикрытием полиции. Только так они могут двигаться, потому что полиция встала в такую сцепку, и только так мусоровозы могут продолжать возить мусор и гадить русский район. Но, честно говоря, я считаю, что это совершенно не решение проблемы. Я думаю, что протесты продолжатся, потому что люди борются не за частную собственность даже, они борются уже просто за право дышать нормальным чистым воздухом, за здоровье своё и своих детей. Людей прессуют за защиту зелёных зон, за защиту своей частной собственности, за право дышать чистым воздухом, и даже за веру и за мысли. И это болезнь, и с ней надо бороться и выздоравливать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова